Так, теперь пора позаботиться о решетках. Я так подумал, думаю, почему бы мне сделать это так. Вот, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Девять, десять. Вот, например, три тысячи штук. Так, это у нас с вами объект. Давайте мы его выделим. Вот такой объект. С десятью точками. Раз, два, три, четыре. Вот, если я, допустим, возьму вот эти точки. Раз, два, через одно. Одна получается лишняя, да? И подвину их джи по игреку. Джи по игреку. Вот так. Даже побольше могу немножечко. И вот эти. К сожалению, почему-то они не хотят все выделяться. Это будет С по игроку. С по игроку. PXU и SPXU. Смотри, что вот это вот как бы лишнее, да, немножко. Ну, далее. Так, теперь настала очередь вот этих. Мы их уже появились. Все. И тоже. Так они будут. SPXU. Нет, так они все двигаются. Но только вот эти. Так вот, равномерно получится. Не знаю, ребята, может быть есть другой способ, какой-то получить такую волнистую линию. Более простой, чем я тут надумал. Но я пока не знаю. SPXU. Так. И мне показалось, вот так будет точно, как я хочу. SPXU. Вот. Вот такая линия. Так. Теперь мне нужно сделать следующее. Я хочу, чтобы по ней прошел такая извилистая полоса получилась. Сейчас посмотрим. Мне кажется, я ерундой занимаюсь. Так. Идет объект. Теперь. Возьмем мишу. Мишу. Возьмем кубик. И этот кубик, мы с ним поступим так. По Y мы его вот так сожмем. А по Z, секунду. По Z вот так. Достаточно, но еще по X. Теперь мы возьмем ее, сделаем длинную. Вот такую, допустим. Вот такую сделаем. И разобьем ее на. Несколько. Чтобы она гнулась. Значит, так она не будет гнуться. Ctrl R. Ctrl R. Ctrl. Назад. Назад. понеслась я думаю так вот как раз будет гнуть я довольно таки гнуть и того объект вот он идем с вами модифер комок и говорит что нам надо по ней пустить видите вот он уже начал хорошо это то что надо но нам нужно нажать gx потянуть ее вот он уже стало так как нам можно отлично если мы довольны этим всем мы скажем play и теперь скажем хрэй но игры по-другому здесь ноль здесь один вот он вот так вот должен быть люк этот вот да 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 и теперь мы возьмем скажем тоже у вас люк вот сметываем далее мы скажем следующее что нам нужен где он у нас что такое кубик давайте мы ее подвинем сначала g и подведем его примерно центру так g теперь тоже с так скажем давайте попрозрачнее сделаем посмотрим сверху куча куча червяков получилось с вот сейчас подвигаем маленько вот такой будет самый раз теперь сдвигаем с так да ну дали уже все просто в принципе мы сделаем следующее мы скажем и так чуть-чуть побольше здесь растягиваем здесь тоже вот так спрятали да я все хорошо ну а далее все трансформации то есть вот все трансформацию берем чтобы очень красиво получился у нас и и он с обоих сторон он тут тоже кажется есть немножко вот так и ну так сделали это такая решетка будет так здесь она поэтому я пробьем вот так и сожмем как объект с у зато опускаем вот так чуть-чуть развелась надо спаси все прекрасненько дали нам нужно поставить тут эти палочки это мы тоже сделаем с кубика кубик сожмем с по иксу так с по иксу по зато вернее извиняюсь по зато вот такую палочку и мы ее сейчас опустим ну должно быть немножко выше вот так вот теперь мы это можем уничтожить но не нужно скажем так отодвинем ее сейчас джи по иксу вот сюда потом следующего здесь должен быть следующего здесь то есть вот так и по уже она должна быть с по иксу вот так все ну а дальше следует и рей естественно мы его тянем пока он не встанет на место а вместо его вот здесь лучше всего смотреть сверху да сверху посмотрим да и можем говорить что у нас их больше не совсем не нравится может быть вот так лучше красивший будет три четыре вот вот так будет красиво все и того у нас готовая решеточка но тем не менее этим надо воспользоваться сказать и play и esposeto немножечко их то есть слишком затопились все готовая решетка такая прям как у тигра так назовем ее сохрани скажем решетка сохранили теперь открываем файл с тигром с тигром и к нему присобачиваем решетку они должны быть сзади там стоять файл поменит решетка открываем говорим объект из три объекта надо было собрать все в один что мы сейчас и сделаем объект нет собрался с чего а да я должен собраться в какой-то вот иногда бывает такие заумные штуки здесь так джип из этого подниму вот так и что тебе мешает объект из нот селекция а он как бы не выделил да ну сейчас мы тебя выделим подожди все теперь уменьшаем ее до нужного нам состояния опускаем вниз с сет все такой объект поставил на ордена геометрия и уже потом ее сюда ввести да что такое давайте смотреть сбоку потому что ее надо будет сейчас еще и поворачивать вот видите так во-первых она большая мы ее уменьшаем вот так сдвигаем так вот и поворачиваем R так и смотрим да хорошо повернулся G вот сюда вот сюда поставил сверху смотрим подвигаем дальше G PX вот так подвинули вот у нас чудная решетка похожая очень сильно объект сетарежим курсор убираем все ресетан сформатива говорим что у нас будет мир и говорим мы очень согласны все вот они встали так и теперь нам надо здесь поставить парочку таких штуковин для выхлопа и поэтому тогда обвес будет готовый а еще вот здесь надо фару поставить но я не знаю нужно ли это делать а может и не надо так ладно а это еще что вот это вот с этим цилиндром зараза ты посмотри что творится так ну-ка еще раз объект вот ничего не выделено меж цилиндр вегин G по егерку уменьшаем вот до такого состояния SZ разведаем так сюда приходим грив I и опускаем вниз нужно было поменьше как толстая труба получилась вот назад E вниз готово берем ее как объект и присобачиваем именно сюда G ну поворачиваем R и еще раз еще раз R немножечко теперь все хорошо так тут играем вот так далее GILROCOPY SHP PYPISU Так, две соединяем между собой, Ctrl-U, убираем все трансформации, говорим SATA режим, курсор, 3D курсор и нерж. Опа! И вот мы тут видим, что не все мы убрали. Так, объект SATA режим, 3D курсор. Но, знаете, вот убираем. Теперь говорю, мир уже. Оп, все. Вот он встал. Все, здесь оно встало. Так, и что мы там говорили еще? Так, здесь две. Давайте сохранимся. Теперь объект GPX. Вот так подвинем. Снимем все пресеты. Дальше объект SATA режим был, 3D курсором. И дальше было нерж. Но он все равно скачет, хрен знает куда. И что вы это такое? Что это за безобразие? А, вот так. Ну ладно. Теперь надо edit mode сделать. Вот это вот выбрать. Протянуть поглоу, что, наверное, то видно будет. Ребра, ребра мне надо что-то. Вот за вас какая-то. Давайте потянем. Это будет G. Фон. Да, вот сюда вот. И вдобавок ко всему еще G. Вот это. Так положено. Все, ну теперь хорошо у нас как бы соединились эти штуки. И все намного. А здесь нам надо тоже такие маленькие трубки поставить еще. Так. Скажем вот play. Ничего не сказали. Скажем вот play. Так. И тут нам надо это дело пристегнуть. Причем капитально. Мышь. Сюда тянем. Сюда тянем. Теперь сюда. G. Пиксу. Сюда. И поднимаем наверх. Вот так. Так. А уж это мы теперь и тут на конце, скажем, контроль B. Вот так. Так. Ну и для полного счастья давайте мы во-первых чуть-чуть сожмем. Теперь shift D протянем его по Y и перевернем по X R из 90 градусов. минус 90. Вот так. Опускаем тоже пониже. И заводим сюда. Ниже Y. Вот так. Таким образом мы получили разводку. Вот здесь прямо чешется у меня руки. Так сделать. Давайте сделаем. Смотрим отсюда. Берем теперь опять же вот этот. Говорим вот так. Вот так. Говорим вот так. И вот так. Все. Больше всего будет. Мы сейчас выделим. Так. Потом возьмем Ctrl-Shift-Alt-S сделаем вот такую загибульку. Так. Теперь еще раз. E-S И задвигаем ее в E внутрь. Немножко. Так. Этого достаточно вполне. Ну вот теперь никакой закривалины. Так. Можем было не обращать не мать. Но не могу. Не могу. Объект мод выделили. Теперь смотрим него сверху. Все. Немножко закривалины получилось. А не страшно. Так. Shift-D сюда. Shift-D сюда. Shift-D Нет. Нет. G сюда и Shift-D сюда. Выбираем. У него будет цвет один. Черный, мне кажется. Так. И отодвигаем чуток. G по Y. Вот так. Центр. Типа там. А теперь говорим. Ребята, вы понимаете, что вы из одной оперы. Ctrl-Y. Все. Это у нас готово. Это готово. Нам, чтобы закончить с этой штукой, нам нужно здесь скосы еще сделать. Но это я думаю, что это уже завтра. Сегодня мы славно поработали и славно отдохнем. с этой штукой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...